Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии новый гость и зовут гостья Татьяна. Давайте, может быть, вы пару слов о себе скажете, где вы живете, откуда вы приехали. Хорошо, меня зовут Татьяна, я приехала из города Иркутска, живу сейчас в Шарлотт, в Северной Каролине, живу здесь уже почти три года, но я не сразу переехала из Иркутска, долгим путем сюда ехала. Как? Через Китай? Ну, и через Китай, и через Южную, Юго-Восточную Азию мы там путешествовали, ну, в общем, история такая, она примерно долгая, ну, минут на пять. Давайте, вы любите путешествовать, я заметил, у вас там много сюжетов на эту тему. Да, 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 ну и, в общем, мы когда такие путешественники. Постойте, постойте, мы это кто? Мы, я и мой муж. Ну, как бы, блог веду, да, блог веду я, ну, как бы, муж у меня не любит быть на экране, вот поэтому... Хорошо, так. В Иркутске я начала качсерфинг, принимать гостей, начала учить английский язык, потому что я люблю путешествовать, а чтобы путешествовать, нужен английский язык. А, спец, профессия у вас какая? Я работала инженером-архитектором в строительной компании, ну, была хорошая профессия, хорошая карьера. Вот, ну, меня всегда привлекали путешествия, и всегда они были на первом месте, чем работа, вот. Ну, и, в принципе, я так путешествовала на месяц, где-то там на неделю уезжала в другие страны, вот, и принимала через качсерфинг. Ну, затем люди ко мне приезжали, они рассказывали историю о путешествиях, и я просто восхищалась, как они путешествуют, столько историй. И мне самой захотелось просто уехать, все бросить, и отправиться там на полгода, посмотреть мир, потому что у меня, на тот момент у меня не было семьи, не было детей, ну, была работа, но работу я бросила. А сейчас есть, сейчас, детки есть сейчас? Ага, и сейчас тоже нет. Знаете что, я, может быть, немножко так вклиниваюсь, скажите два слова, что такое качсерфинг, потому что не все знают. Качсерфинг, это, получается, вписка людей, то есть прием гостей у себя, бесплатно, если есть свободное место, то можно принять гостей, путешественников, они останавливаются бесплатно, вы обмениваетесь опытом, отличный сайт для заведения новых друзей, для общения, практики языка, и также это отличный способ путешествия, бюджетного путешествия по всему миру. То есть, были люди, были люди со всего мира, из разных мест, которые хотели приехать в Иркутск. Да, на Байкал приезжают. Подождите, но там же далеко Байкал. 60 километров. Всего? А, мне казалось, там дальше. Я знаю, что Ангара, но то, что вот озеро рядом, хорошо, понял. Да, вот, и приезжали, и, в общем, и мне захотелось тоже уехать. Вот, и в тот момент, когда я уже купила билет в Бангкок, что-то я сидела на работе, мне было скучно в один день, думаю, дай-ка я посмотрю билеты. Ну, и какая-то распродажа была, и я купила в один конец, потому что во второй не могла дешевую найти. Подождите, а виза не нужна в Бангкок? Нет. Это Таиланд, да? В Таиланд виза не нужна, да. Купила билеты, и затем приезжали ко мне путешественники, и я там говорила, что я собираюсь там в Таиланд, и приехал как раз вот мой будущий муж ко мне, остановился на выходные. Ну, я сказала, что вот я собираюсь путешествовать. Это вы вот мужа так нашли? Да. Так, а откуда он, а он откуда сам? Ну, такая же судьба. Он сам из Шарлотта. Ну, я все по порядку рассказывала, не торопитесь, сори. И затем мы договорились встретиться в Бангкоке. Он в то время тоже бросил все здесь, в США, и отправился путешествовать на один год. То есть он путешествовал по Европе, России, Монголии, Китае, затем вот он поехал. И мы через три месяца встретились в Бангкоке. Вот и вместе путешествовали. Ну, за эти три дня мы как-то друг другу очень понравились, и мы сдружились, мы стали очень хорошими друзьями. И мы общались за это время, и как раз заканчивала второе высшее образование. Писала дипломы, он мне показывал закат на голову. А в какое второе это? Мы так общались по скайпу. Ну, первый у меня экономист-менеджер в сфере энергетики, а второй вот я закончила архитектор-инженер. Ну, и как раз когда закончила, решила, зачем мне это? Мне хочется путешествовать, хочется приключений, и поэтому вот я отправилась в Таиланд. Ну, в общем, мы там попутешествовали, мы очень хорошо сдружились, мы общались. Поехали мы, объездили Таиланд, Лаос, Камбоджия, Вьетнам. Вот это было, наверное, четыре месяца. За это время как-то у нас завязались отношения, и мы решили поехать в Китай. Потому что на тот момент я была против США, я никогда не хотела ехать в эту страну, но я согласна, что это своего рода влияние медиа. А английский-то у вас откуда? Ну, английский вот я училась через качсерфинг, и затем я учила, ходила специально в школу английского языка, потому что понимала, что английский он необходим, если ты хочешь путешествовать, хочешь жить в каком-то другом месте. И как бы после того, как я начала говорить на английском, я поняла, что я в Иркутске жить не хочу, потому что в мире столько есть много возможностей, столько интересных мест, и когда вот я уезжала... Ступили на скользкую плоскость, и прям и покатились по наклонной плоскости, да. Я не говорю, что Иркутск плохое место, Иркутск прекрасный город. Девчонки хорошие там. Как бы, да, девчонки очень красивые, да, всё там замечательно, но как-то вот немножко климат, климат меня смущал, потому что я такой человек солнечный, мне нужно солнце, и я всё время мёрзла, поэтому мне захотелось на югах. Я извиняюсь, если не секрет, вот вам сегодня сколько годиков? Потому что вы очень, вы так смотритесь, как школьница, я думаю, сколько лет ребёнку? Ну, не ребёнку, но скоро, ну, так скажем, за 20 лет, уже 30 лет. Хорошо, 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 так. Ну, вы очень-очень юная такая, я думаю, столько опыта всякого, и замужем, и... Слушайте, а вы такая хорошенькая, почему же на вас в Иркутске никто не налетел, и, можно сказать, не охмурил? А у меня не было времени, у меня просто не было времени, я настолько, как белка в колесе работала, я работала фитнес-инструктором, работала в строительной компании, ходила на йогу, учила английский язык, то есть у меня было расписано каждую минуту. Я с друзьями, то по расписанию встречалась. То есть, ну, ещё спортивная ласточка такая, фитнес у вас? Ну, как бы, да, не без этого. Так, так. И поэтому, в один момент мне просто это всё так надоело, эта вся рутина, и вот захотелось приключений. Ну, я понял, значит, вы познакомились с будущим мужем, вы с ним вместе путешествовали, но каким-то образом вы всё-таки оказались в Америке, в итоге. Да. Ему там не нравилось, вам не хотелось, но в итоге... Да, ему не понравился Китай, я бы, в принципе, осталась жить в Китае, мне очень понравилось, мы жили 20 минут от Гонконга, в городе Шэньчжэнь, очень молодой город, 30 лет ему всего, но 14 миллионов человек, огромные небоскрёбы, развитая инфраструктура. Но, опять же, ему не понравилась экология, это раз, потому что огромная загрязнённость, мы начали кашлять, то есть... Но вы не работали там, просто гуляли. Нет, мы работали, конечно, мы там работали, я работала учителем английского языка в престижной школе для детей, он работал репетитором для бизнесменов, для китайцев. Слушайте, как интересно, мы жили хорошо. А там нет такого понятия, как разрешение на работу, вот как в Америке? Ну, как бы, это всё в процессе оформлялось, то есть, там это можно было... То есть, можно получить. Да, компания, то есть, та компания, на которой я работала, была готова оформить уже, как бы, официальную рабочую визу, вот, и всё было хорошо. То есть, там есть такое понятие, как рабочая виза? Да, это всё оформляется, причём сейчас стало сложнее уехать в Китай, вот так вот работать, как бы, ну, не совсем легально, на... по другой визе. Сейчас они это немножко... А вот китайцы в целом, как люди, вот, как народ, они дружелюбные или они хмурые или какие? Да, они очень дружелюбные. Вот, не знаю почему, но, может быть, то, что вот я больше такой с азиатской стороны России, да, и вот нам ближе Азия, ближе китайцы наши друзья, можно так сказать. Поэтому мне адаптироваться в Китай было очень легко, и китайцы были доброжелательны, единственный был языковой барьер. Мы не знали китайского, на английском очень мало говорили, причём это был наш большой плюс, потому что были, ну, язык там, английский язык востребован, и неважно, это native speaker или нет. То есть вы преподавали английский без опоры на родной язык, да, то есть вы, как бы, английский на английском. Да, ну, для детей это самый оптимальный вид обучения, ну, и в тот же момент я учила китайский. Я просто помню дискуссию, в советское время была дискуссия большая в педагогическом мире, можно ли вообще преподавать языки иностранные без опоры на родной язык. То есть были люди, которые говорили, что можно, но основное такое мнение было, что это невозможно, что это нельзя, что это неправильно и так далее. А сейчас я смотрю это повсеместно. Да, ну, потому что дети учат язык без акцента, ну, и хотя бы они... Алло, алло. Тут акцент воспринимать, с которым ты не такие занятия, что мы делали, это было весело, детям нравилось, мне тоже нравилось. То есть, в принципе, такая практика сейчас в Китае очень распространена, если дети, вот, начиная с возраста 3-4 лет, сразу управляют школу английского языка, обеспеченные родители, и дети вырастают, у них уже два языка как родных. То есть они хорошо говорят без акцента, потому что говорят, что вот в Китае людям сложно, потому что у них вот эта система манипулирования высотой звука, другая фонетика совсем, и им сложно осваивать языки. То есть дети нормально хватает? Нет, дети очень быстро учат языки, поэтому проблем нет. Ну, а возвращаясь к той теме... Как вы в Америке оказались? В США, да, мы прожили 6 месяцев в Китае, и мой будущий муж сказал, что он не может, ему очень... Экология. ...разная культура, во-первых, совершенно разная, потому что город огромный, мегаполис, люди постоянно эти толпы, то есть нет какого-то личного пространства, которого очень сильно не хватало. И поэтому вот он сказал, что давай подумаем, может быть, все-таки попробуем поехать ко мне домой, ты посмотришь, как в США. Не понравится, поедем в другую страну. В принципе, и так. Мы приехали в Москву, оформили визу, и я оказалась в Шарлотте. А муж по профессии кто? Он строитель, он работает как project manager, строит огромные, как наибухуцы... Да. Микрорайоны застраивает. Да, районы он строит, да. И также он сейчас работает как инвестором, складывает недвижимость и работает риелтором. Хорошо. Так, вообще, надо сказать, что Шарлотт, в моем понимании, там как бы и даунтаун, он очень красивый. И это такой большой район развития, там много денег крутится, и там банковский сектор очень мощный, правда? Ну, банковский, да. И там много любой работы, на самом деле. Ваше какое вот восприятие Шарлотт? Ну, первое, конечно, впечатление было, да, огромный город, все замечательно, много возможностей. Сейчас мне не поменялось. И, говоря по секрету, мы уже планируем переехать в другое место, в другой штат. Уже есть куда. Ну, мы планируем, кстати, приехать в Калифорнию. В какую часть Калифорнии? Ну, думаю. Но мы еще не решили. Мы поэтому ищем пока районы. Ну, у нас как бы идут дебаты между Сан-Франциско, ну, районом Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Я понял. Не Сакраменто? Ну, пока. Нет, нет. Нам хочется где-то возле побережья. Но, опять же, Сан-Франциско очень высокие цены. Да. Ну, конечно, Оранж Каунти там классно. Другое дело, что вот эти городки, которые там на бережку стоят, они тоже очень дорогие. Но, если жить в самой Оранж Каунти, там, допустим, миль двадцать от берега, там очень здорово. Там и цены нормальные, и работы много, и вообще там красиво. Ну, вот город Ирвайн. Ирвайн, конечно, это потрясающее место. Это шикарное место. Ну, вот пока у нас это все в плане. Если бы я, например, выбирал, где жить, и не был бы ни к чему привязан, вот я бы там жил. То есть, мне там ужасно нравится. Но, поскольку у нас тут бизнес, дети, внуки и так далее, то, конечно, мы уже никуда не двинемся, но Ирвайн – потрясающее место. Это даже слов нет. Да. Ну, и поэтому, пока у нас сейчас нет детей, мы, как бы, в этом плане свободны, мы не привязаны к школам, поэтому мы вот сейчас ищем, возможно, что это будет Портленд, какой-то другой, возможно, что это будет Австралия или Новая Зеландия. Мы, как бы, к этому не привязываемся. Мы ищем детей. Подожди, но в Австралии и Новой Зеландии опять станет вопрос разрешения на работу, нет? Ну, это да. В Новой Зеландии и Австралии, конечно, сложнее будет переехать. Постойте, постойте. Да, мы не хотим. Давайте-ка с вами. Вы как давно в Америку попали? Да. Три года назад. То есть гражданства у вас еще нет или есть уже? Нет, нет, нет. Но, опять же, мы созванивались с лоером и нам сказали, что это, в принципе, возможно на два-три года сделать отсрочку. То есть это не проблема. Ну, просто, понимаете, вы можете поехать в Австралию и Новой Зеландии, но если у вас нет американского паспорта, то как бы вы в подвешенном таком… Да, это будет сложнее. Да. Давайте вот, знаете что? Понятно. У меня, допустим, было такое мнение, что США – это кока-кола, гамбургеры, все толстые люди, ленивые американцы. Такое тоже есть. Ну, как бы и есть такое мнение. Вот как бы хотелось немножко такой этот стереотип немножко развеять, рассказывая о том, как действительно здесь живут. И в основном, конечно, путешествия. Вот те, кто вас смотрит, это люди, которых интересует путешествия или их интересует конкретно США? Все-таки вы уже три года в США. То есть, видимо, основная масса ваших зрителей все-таки у вас приобрелась в период жизни в США. Да, конечно. Нет, я блог начала буквально, ну, сколько, год или полтора назад вести. А сколько у вас подписчиков сейчас? Не смотрела, но где-то около пяти тысяч. Ваш супруг, он как относится к вашему этому блоганью? Он не говорит, что ты меня совсем забросила, чего-то вот как-то внимания мне теперь не достает? Нет, наоборот, мне кажется. Ну, он как бы к этому серьезно не относится, как можно сказать, мое хобби. Мне просто нравится снимать и поэтому... Ну, он не против, но он говорит, что как бы меня только туда не вставляй, я как бы занимаюсь, если тебе это нравится. А у вас нет такого вот уже ощущения, что вот куда не поедешь, там уже есть люди, которые вас знают, которые у вас на канале, что вот у вас друзья по всему миру? Нет, есть такое ощущение? Ну, друзья по всему миру у меня появились за счет сайта CashSurfing в этом плане. А пока нет. Вас не узнают так на улице, говорят, ой, вот уж Танечка. Нет, нет такой. Ну, это как бы в Шарлотт среди русскоговорящих, конечно, узнают, но я мало общаюсь просто с русскоговорящими людьми здесь, поэтому... А русская жизнь есть какая-то в Шарлотте? Вот там есть русский магазин. Есть, есть два русских магазина, есть русские комьюнити, но это больше вот связано с церковью, ну, здесь вот есть... Религиозная. Ну, Шарлотт вообще является как бы, как говорят, бляшкой на ремне Bible Belt. Bible Belt, да. Да, религиозным центром. Я этого не знал, не знал, честно. Да, здесь очень много различных направлений религиозных, и вот в том числе и вот православная церковь здесь... Нет. Баптисты. Баптисты, да. Да. И у них здесь есть свой комьюнити, они живут, по-моему, вот в Indian Trail, если я не ошибаюсь. Ну, это как бы район на крайней шауле. Понятно. То есть, допустим, если селедки там или черный хлеб там с тмином, то есть куда пойти? Ну, можно найти. Единственное, что я здесь не могу найти, это вот копченый сыр косичкой. Вот я просто... У них нету? Очень сильно скучаю. Нет. Боже. Боже. Да. Ну, вы по интернету можете выписать, наверное, копченый сыр можно... Да. Да. На Амазоне я уже нашла. Хорошо. Деликатес. Это хорошо. Слушайте, а вот вы гастрономически, вы как, вот на каком фронте? На китайском, там, на российском или там гамбургеры освоили? Я вегетарианка в этом плане, но я стараюсь готовить как бы для мужа тоже мясную еду, но в общем мы как бы готовлю итальянскую. Ну, перешла уже на какие-то американские продукты, стараюсь какие-то популярные блюда, которые на юге здесь готовить. Ну, ему нравится, когда вы готовите, он кушает. Ну, да, кушает, но как бы иногда говорит, мне твоя ботва надоела, давай что-нибудь. А сам может что-нибудь забабахать? Там барбекю какой-нибудь? Да, конечно. Ну, барбекю это мужское дело, конечно. Только на гриле очень часто мы готовим друзей, приглашаем. То есть его друзья там, да, или вы уже своих тоже завели? Ну, и мои, и его, как бы все вместе общаемся. Вот американцы, как люди общающиеся. Они, вот то, что я наблюдал, вот я все-таки здесь уже 25 лет и работал в компаниях разных, и мы там тусовались. Я как-то воспринимал американскую тусовку как скучноватую. То есть они вот могут прийти, там, я не знаю, не очень много болтают, пивко выпьют, что-нибудь там покушают. И как-то так вот мне казалось, что скучновато. Не в том смысле, что там надо кого-то раздеть и пустить голым там по столу ходить на каблуках. Не в этом, не настолько, но там... Не умеют веселиться, не умеют расслабиться. Ну, как-то они, по сравнению с тем, как вот мы там, например, тусуемся, они как-то так скромненько. Я не говорю про одесситов, это отдельно не до такого экстрима, но вот и как? Ну, в каком-то смысле согласна, что, ну, опять же, все зависит от компании. Люди в Америке, опять же, разные, нельзя в какую-то категорию относить, поэтому согласна. Ну, какими-то кучками собираются, общаются, потом эти кучки перетекают одна в другую, и вот это вот все вечер общения. Ну, опять же, бывают более такие вечеринки, когда устраивают различные игры, различные конкурсы, когда это весело, интересно. Ну, да. Танечка, а вот родители, все-таки вы молоденькая девочка, у вас родители еще молодые, небось. Они чего говорят по поводу ваших вот этих географических перемещений? У них еще есть детки, кроме вас? Нет, нету. То есть, растишь, растишь одну девочку. И на тебе. Ну да. Кто на старый столет стакан воды подаст? Из Новой Зеландии. Ну, нет, но они приезжали сюда к нам в гости. Шарлайтны, в принципе, понравилось. Но, как бы, сейчас речь о том, что они переедут даже, я не веду. Они говорят сначала давайте внуков, а потом мы уже... Хотят внуков, значит? Ну, конечно. Так они работают еще или уже? Да, да, они работают еще, поэтому... Молодые. У меня еще бабушка с дедушкой в Иркутске. Поэтому, как бы, оставить их тоже будет очень сложно. Ну, и я думаю, что они еще морально к этому не готовы. Ну, и мы еще не осели. Ну, в принципе, вы когда свой паспорт буржуусский получите, то родителей будет легко перебросить. Ну, да. Только надо, чтобы они хотели, конечно. Ну, да. Ну, да. Ну, когда внуки, конечно, смысл появляется перемещений. То есть, как бы, ты становишься востребованным. Вот я как дедушка могу сказать, что... Есть вот некоторый такой уровень общения между дедушками и внуками, которые родители не могут создать. Это очень важный тоже элемент. И ты вдруг понимаешь, что ты нужен, и ты понимаешь, что ты даешь ребенку что-то, чего родители не могут. Они заняты, они работают, у них свои там закидоны. И вот, как бы, дедушке-бабушкинская любовь, она такая менее требовательная. То есть, родители говорят, так, это туда, они строят, они что-то организуют. А мы просто балуем. Балуемся, да? Ну, да. Надо же баловать тоже, деточку. Вот. Поэтому, ну, так. Не на зло родителям, а просто так надо делать. А хочется уже деточку? Или еще не очень? С одной стороны, да. Но с другой стороны, я понимаю, что нужно здесь хотя бы какую-то начальную карьеру построить, хотя бы в чем-то утвердиться. И потом уже... Ну, но чтобы карьеру строить, это же не наездишься. Сейчас поедете в Новую Зеландию, потом еще куда-то. Когда же тогда, деточка-то? Ну, ну да. Ну, надо скоро. Ну, ладно. Но не сейчас. Не сейчас. Хорошо. Я не настаиваю. Я просто так мысли вслух. Но я еще раз. Я как дедушка и как папа девочки. Вот у меня тоже дочка. И постарше вас. Но и у меня уже две внучки. У меня вообще и девочки, и дочка, и внучки. И, в общем, я такой весь в девочках. Вот это очень... Окружены женским вниманием. Это очень сладкое такое, знаете. Да. И когда дочка и папа, это очень такое сильное взаимодействие. И там дедушки, внучки, это тоже очень сильное. Поэтому... Да, так хорошо. Ладно. Значит, давайте мы к блогу вашему. Блог. Это только радостное такое? Или огорчения тоже с него какие-то бывают? Ну, то поначалу, когда я начинала снимать видео про Америку, какие-то начали негативные отзывы писать. Ну, как бы... Я по этому поводу поначалу очень сильно расстраивалась. Как-то мне казалось, ну, неужели я такая плохая там. Ну, начали писать. Ну, как бы с тем моментом, что вроде как переехала, либо ли я отсюда из России. Ну, вот в том плане, как бы так. Ну, как бы... Потом я просто начала эти комментарии игнорировать и блокировать этих людей. В принципе, сейчас на это не обращаю внимания. Это, как мой муж сказал, если ты становишься более популярным, значит, всегда найдутся хейтеры, которые... Это правда. Это правда. ...будут писать негатив. Но вы как бы... То есть вы модерируете? Вы удаляете плохие комментарии? То есть вы грязь не оставляете на канале? Ну, я какие-то комментарии, которые... Я считаю, что правдивые, ну, что-то вот... Какую-то критику, может быть, негативную, то я оставляю. А если что, ну, это конкретный какой-то уже бред идет, то я, конечно, что удаляю. Понимаете? То есть получается так, что есть комментарии плохие по форме, есть комментарии плохие оскорбительные по содержанию. То есть для того, чтобы человека оскорбить, не обязательно матерных слов использовать. Но можно пройтись по его внешности, там, по родителям, по бойфрендам, там, еще что-то. То есть... Но у меня вот такое ощущение, что люди, которые там живут, у них в целом уровень оскорбительности в их коммуникейшн, он очень высокий. То есть он даже совершенно безобидную вещь говорит так, что приходится удалять, потому что то, как он это сказал, абсолютно недопустимо. Просто вот, я не знаю, у меня как раз было видео, я пару дней назад делал, откуда берется неуважение между людьми. Но вот это неуважение, встроенное как системный фактор в общении, оно просто настолько неприятно, что я просто вот заодно это иногда просто удаляю комментарии. Невозможно. Ну да. Я согласна, что в какой-то степени очень много негатива идет в плане комментариев, но, опять же, просто не обращать на это внимания, удалять. Очень много людей, которые пишут позитивные отзывы, говорят, что им эти видео очень помогли, очень много информации какой-то полезной. Они подчеркнули, что кого-то вдохновило это видео. Но для этого я как бы снимаю, для этого я и делаю, чтобы вдохновлять людей на новые свершения, изменить свою жизнь. Танюш, а были люди, вот вам пишут какие-то люди, которые вдохновились вашим примером с этим каучсерфинг, и их понесло вот тоже в каучсерфинг, и они нашли друзей там. Там еще что-то. Есть. Есть. Есть люди такие. Есть люди, которые уехали в Китай, у меня спрашивали, как уехать туда, как найти работу. То есть я им это все подсказала, рассказала. Люди, которые бросили также работу, уехали путешествовать, кто-то переехал в США, ну, допустим, я их вдохновила переезда. Такой вопрос, Танюш, вот как, допустим, эффектная молодая девушка, вы можете сравнить вот, допустим, мужское внимание, которое девушка имеет в Иркутске, допустим, и, я не знаю, в Америке. Может быть, еще в Китае тоже, я не знаю, но вот есть же какое-то проявление вот там, да? Тем более, вы же как магнит, я вот вас смотрю, я понимаю. Там народ на вас смотрит и сразу хочется что-то сказать. Ну, я так скажу, в России мужчины избалованы. Так. Они настолько избалованы, что, ну, и какой-то вот, я не хочу как-то обобщать, но вот какое-то, наверное, немножко недоуважение к женщинам, как вот мне показалось в России. То есть мне очень сложно было найти молодого человека в России, потому что, ну, я не чувствовала какое-то вот восхищение, какое-то вот уважение с их стороны, да? Ну, что могу сказать вам? Не могу я говорить, в общем, о мужчинах. Нет, нет, конечно, я имею в виду тех, что вы видите, вот те, что вокруг вас. Комплименты говорят? Ну, скажу, что, ну, они более уважительно относятся, открывают дверь, такие джентльмены. А говорят некоторые боятся открывать дверь, чтобы не обвинили в сексизме, что, мол, женщина, мол, не такая слабая, чтобы ей тут дверь открывать. Ну, с другой стороны, могу сказать, что русские мужчины гораздо щедрее, щедря они очень. То есть они не скупятся на подарки. Все же в США здесь как-то более немножко скромно, и опять же, мужчины не стараются дарить цветы. То есть они здесь очень доступны, но опять же они думают, что если я подарю цветы, то это будет какой-то либо намек, что-либо... Вы знаете что, я как вот человек оттуда, значит, могу сказать... Может быть я не прав абсолютно, но я видел часто такое, что вот, допустим, если я девушке что-то существенное подарил, то как бы я могу что-то в ответ ожидать. Понимаете? А не просто так. То есть если я просто так подарил, то получается кинули, подарок взяла, а эффекта никакого. Ну, это мне кажется, да, стереотип такой, да, есть такое, кажется, в России. Хорошо, хорошо. Ну что же, а вы в профессиональном плане как-то себя видите, вот скажем, ну через 5 лет, через 10, вот кто вы профессионально? Да, я просто после путешествия поняла, что я совершенно не хочу связываться с инженерией, не хочу связываться с проектами. Я более творческий человек, поэтому мне интересен дизайн, мне интересен дизайн интерьеров. Ну, в данный момент я пока что занимаюсь фотографией, реал-эстейт фотографии, фотографирую дома для... Вы знаете что, если вам нравится дизайн интерьеров, надо жить в таком месте, где дорого все. Потому что люди, которые потратили много денег на землю, на недвижимость, у них есть деньги на все остальное. Потому что если там, я не знаю, допустим, в Шароте я от балды, но допустим, если за 200 тысяч можно купить вполне приличный дом, то, ну такой, там, не знаю, 3 бедрума, там, 2 батрума на семью, то там нет денег... Где такой дом? У вас нет такого? Сколько стоит дом? У нас таких цен нет. Сколько стоит? Ну, у нас где-то, ну, от 250-300 начинается. 250-300, хорошо. Ну, да. У нас такой стоит пара миллионов, поэтому... Ну, хорошо, 250-300. Значит, человек, который потратил 250-300, причем он как потратил? У него было там, не знаю, там 50 тысяч или 40, он там положил down payment, все остальное у него mortgage. У него нет денег на дизайн интерьера, что у него там дизайн? Он в коробке в этой живет стандартно и все. А уже там, где посерьезно, вот тут та же Orange County, вот эти приморские городочки, там все такое эксклюзивное. Конечно, там... Да. Да, конечно. Я об этом думала, но, опять же, хочется пойти какую-то квалификацию получить, потому что... Вы как архитектор, солнышко, вы как архитектор, вам даже не надо получать лайсенс архитектурный, а вы можете быть не архитектором, а так называемым дизайнером. То есть, вы... Декоратором. Декорация, это как часть, может быть, этого. Но вы можете гораздо больше делать, чем это. То есть, вы можете даже планировать там, скажем, эти помещения и так далее. То есть, вы не должны какую-то черту там переходить. Но очень много людей занимаются, ну, фактически архитектурой, но здесь называется дизайн. И не только interior, это может быть exterior, это может быть планировка помещений, это может быть вы там на местности как-то позиционируете и так далее. Вы можете очень-очень серьезные вещи делать. Даже без того, чтобы забираться в эти архитектурные лайсенсы и так далее. Да. Если видение есть, если вдруг вы увидели что-то такое, что... Да. Здорово. Ну, поэтому мы считаем, что в Калифорнии, конечно, больше в этом плане возможностей, в плане строительной индустрии, в плане недвижимости и в плане дизайнера. А политически, вот ваш супруг и его друзья, они такие либеральные или консервативные? Либеральные. Но, опять же, есть нотки консерватизма. А вот как они относятся к иммиграционной реформе, например? Они считают, что надо всех легализовать или надо всех повыгонять, кто там нелегально? Как они относятся? Ну, а можно сказать, посередине от них относятся, в том плане, что понятно, что те люди, которые, в принципе, сюда приехали давно и давно уже здесь живут, то смысл их отсюда выпинывать. Будет очень сложно. Они найдут способа, чтобы вернуться. И, опять же, это отличный способ, чтобы они платили налоги, если их легализовать. А с другой стороны, если это сделать, то придут еще 50 миллионов. Да, конечно. Нельзя сделать доброго дела, чтобы какая-нибудь гадость не произошла. И наоборот, и наоборот. Ну, хорошо, Танечка, давайте вот что сделаем. Значит, вы мне, пожалуйста, сбросьте в скайпе ваш канал, чтобы я не искал. Я тогда сразу вставлю ссылочку. Я вам очень желаю, как сказать, хороших зрителей, хороших приключений. Там уже, соответственно, там, деток там и так далее. Вот, и чтобы семья хорошая. Это очень важно, когда семья, когда любимый человек, когда детки. Это настолько ценно, что все остальное меркнет рядом с этим. И когда ты помоложе, ты думаешь, вот мне это, 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 это. А когда ты постарше, ты думаешь, господи, да если бы не дети, так получается вообще зря жизнь прожил. Знаете? Да, я согласна, что родные и наши близкие – это самое дорогое, что у нас есть в жизни. А все остальное – это нас живное. Вот за это давайте выпьем. Да. В общем, короче, передавайте привет супругу. Как зовут? Рури. Рури. В общем, короче, Рури. Привет передавайте. Рури. Окей. И чтоб все у вас было хорошо. И вы, на самом деле, такой солнечный зайчик светлый. В общем, приятно с вами разговаривать и смотреть на вас. Вы такая… Спасибо. Взаимно. Я была очень рада. Все желаю вам. Вы сейчас, мне кажется, вот как вы в кафешке вот этой сидите, там, да? Ага. Вы гораздо так ярче и солнечнее, чем иногда вот я на ваших видео вижу. Когда вы там где-то назад цветы забираете или как-то там… вам исключительно вот идет, вот как вы сейчас. Ага. Хорошо. Пример к сведению. Нет, ну это люди разные, вкусы разные. Я просто к чему говорю, что я думаю, что моя задача показать вас ребятам, которые у нас там на канале… У меня, к сожалению, нет такого, чтобы вот 70 000 человек подписчиков и там хотя бы 50 что-то смотрели. Такого нет. У нас много разных тем, поэтому каждую тему смотрит там… Сколько это? Ну, посмотрит там 3-4 тысячи человек. Глядишь, там кто-то тоже пойдет. И я как бы уже предвкушаю, что вот они придут к вам, будут смотреть ваши видео и у них будет хорошее настроение. Вот я считаю, что вы как… Вы человек хорошего настроения. Вот это ваши функции. И это очень важная функция. Помимо информации, помимо познавательного, безусловно. Да. И вы на самом деле такой еще экстремальный пример серф-коучинга… Коуч… Каучсерфинга. Каучсерфинга, да. Да. И, значит, уже и мужа так нашла, и в Америку приехала. Это вообще такой, знаете, экстрим. Вот. Поэтому это тоже очень здорово. И как бы вы можете за собой повести народ на эту софу. Значит, там… Да. Хорошо, это здорово. Ладно, солнышко. Да. Будем распространять позитив. Давайте. И с вами было очень приятно пообщаться. Огромное вам спасибо. Желаю вам процветания в вашем канале. Спасибо. В вашей семье. Спасибо. Давайте так помашем ручкой. Всем ребятам скажем пока. И до новых встреч. Мы с вами не прощаемся. Ладно? Да. Договорились. Договорились. Музыка. Музыка. Я нахожусь.